Привет, друзья! У меня снова стык, но не обычный, а трехслойный, из свинины, говядины и куриного филе, начиненный грибами и луком. Первым делом мясо. Об остальных ингредиентах буду рассказывать по ходу приготовления, потому что этот рецепт импровизация, поэтому досмотрите ролик до самого конца. Всем своим зрителям рекомендую перед приготовлением блюда с покупного мяса подержать его около получаса в слабом растворе уксусной кислоты, даже если вы уверены, что мясо совершенно свежее. Следующим шагом я делю мясо на примерно одинаковые по длине и ширине куски и толщиной около полутора-двух сантиметров. Получившиеся куски мяса я мариную в смеси соевого соуса и сушеных специй розмарина, тимьяна, орегано, базилика и чеснока. Можно использовать и готовый набор специй для мяса. Сюда же добавляю лишь немного соли, потому что соевый соус уже соленый. И немного свежемолотой смеси перцев. Поливаю маринадом разделанное мясо и тщательно обваливаю в нем все куски. Оставляю мариноваться не менее чем на полчаса. Когда мясо уже замариновалось, начинаю готовить начинку. Одну луковицу нарезаю не слишком мелко. Как удобнее всего нарезать лук, я уже рассказывал и показывал в своих предыдущих роликах. Перекладываю лук в сковороду для жарки. Добавляю пару столовых ложек растительного масла. Шампиньоны пролежали у меня три дня, поэтому я на всякий случай их чищу от верхней кожуры. Делаю это очень легко и быстро. Затем нарезаю их на пластины. И пока кладу тарелку. Сковороду ставлю на плиту на средний огонь и пассерую лук до прозрачного состояния. Затем добавляю к нему нарезанные грибы. Кстати, нарезанные шампиньоны можно приобрести уже в пакете в свежемороженом виде, чтобы меньше возиться. Но, скорее всего, это будет чуть дороже. Грибы с луком поджаривать до полуготовности минуты 2-3. Итак, у меня готово маринованное мясо и поджаренные грибы с луком. Теперь мне нужна мука, панировочные сухари и в отдельной тарелке взбиваю 2 куриных яйца. Собираю стейк слоями. Сначала кладу кусочек свинины, затем говядину, сверху грибы с луком и распределяю по поверхности равномерно и накрываю все куском куриного филе. Если у вас в холодильнике завалялся кусок твердого сыра, то его тоже можно натереть сюда же. Думаю, стейк с ним будет еще вкуснее. Далее самый сложный процесс. Надо собранные куски мяса обвалять сначала в муке, затем в яйце и потом в панировочных сухарях. Итого у меня получилось 4 стейка, которые я положил в разогретую с растительным маслом сковороду для обжаривания до румяной корочки. Обжарить стейки надо с обеих сторон и постараться не разварить многослойную конструкцию при переворачивании стейков. Пока стейки жарятся, включаю духовку в режиме вверх и низ и разогреваю ее до 230 градусов. Подготовленные стейки переношу в противень и ставлю их в духовку на 40 минут. За 5 минут до готовности духовку перевожу в режим гриль. Готовые стейки через 40 минут достаю и подаю с овощами к столу. Приятного аппетита! Готовьте вместе со мной, подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Пишите комментарии под этим роликом. Делитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях и мессенджерах. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!